И еще один скандал в отчине Народного фронта. 3,5 миллиона рублей, 50 тысяч долларов и 45 тысяч гривен. Столько фальшивых денег и оборудования для их печати нашли в одной из колоний Запорожской области. И все это под присмотром администрации. Об этом заявили в Генпрокуратуре. Напомню, что пенитенциарная служба подчиняется Минюсту, который возглавляет фронтовик Павел Петренко и руководство колоний. Это его сфера ответственности. Все подробности скандала в материале наших корреспондентов. Ореховская исправительная колония. Здесь отбывает наказание тех, кто имеет ни одну судимость. Отсюда особые меры безопасности. Как только узнают, зачем мы приехали, желание пообщаться у сотрудников колонии пропадает. А что вы слышали про то, что у вас деньги? Ничего не слышали. Спасибо. Спустя час руководство колонии все же выходит к журналистам. Подтверждают, проверка Генпрокуратуры была. Но вот то, что у них несколько лет делали фальшивые деньги, отрицают. Крешувала, как вы говорите, это недостоверная информация. Администрация установила, никаким чином не решила данное вопрос. Руководство колонии уверяет, у одного из заключенных нашли лишь две бумажки, похожие на долларовые банкноты, а также копировальную бумагу и какие-то пластиковые клише. Здесь прикроватная тумбочка, именно здесь были изъяты вещи, похожие на приспособление. Отсюда они достали папку. Хозяин изъятых вещей общаться с журналистами отказался. Не удалось получить комментарии и в областной прокуратуре, дескать, тайна следствия. А вот в Минюсте на обвинения в адрес подчиненных отреагировали. Говорить о том, что там в камере, в которой было тем более 25 человек, какой-то профессиональный цех, который изготавливал какую-то похожую на подлинную купюру изделие, ну, откровенно говоря, для меня это звучит смешно. Впрочем, в ГПУ все же сообщили, что изъяли 50 тысяч долларов. Сумма немалая. Сколько могли напечатать за несколько лет работы, можно только догадываться. А значит, печатать их могли только с высокого разрешения из Киева. Напомню, о других скандалах с участием министра юстиции Павла Петренко накануне сообщил Национальный антикоррупционный портал. По сведениям журналистов, в июне 2015 года Петренко поспособствовал своему коллеге по фракции нардепу Сергею Пашинскому в рейдерском захвате Житомирской кондитерской фабрики. Якобы Минюст исключил предприятие из единого государственного реестра и назначил нового директора. Привлекла внимание журналистов портала и декларация чиновника. В мае этого года Петренко указал в документе почти полмиллиона долларов наличными и свыше одного миллиона зеленых на депозите во счетбанке.